Здравствуйте! Давайте еще раз проверим звук. Как теперь слышно? Меня? Наталью было слышно хорошо? Так, слышно хорошо? Замечательно. Возможно, мало ли какие-то злои, как мы уже говорили, у нас тут ретроградный Меркурий шарит. Бывает, что как раз на интернет действует не очень хорошо, не очень позитивно, но я думаю, что мы все достаточно позитивно заряжены, и это нам поможет сегодня провести без больших каких-то потяков или там каких-то подстав со стороны ретроградного Меркурия. Все у нас будет замечательно. Итак, хорошо. Сегодня мы продолжаем нашу тему рекомендации огненного петуха для любви, счастья и финансового благополучия. И сегодня мы постараемся раскрыть тайну-тайну, как определенный энергетический тип проявляет себя собственными, почему одни люди удачливы, другие нет, почему одни легко сбрасывают вес, а другие не могут это сделать, почему одни меняют мужчин, как перчатки, а другие не могут даже познакомиться, и что вообще влияет на наш успех. Вот, уже Наталья вас спрашивала, кто был на прошлом занятии, было домашнее задание определить свой энергетический тип, очень многие сделали, остальные в принципе послушают, я думаю, что какие-то для себя сделают отметочки, и после занятия, возможно, доведут все до ума. Для чего это нужно? Для того, чтобы, зная свой энергетический тип, было проще выявить серийные проблемы практически во всех сферах нашей жизни. В восточной метафизике у нас все строится на пяти энергиях, на пяти элементах, на них все базируется. Соответственно, и мы, люди, тоже относимся к одной из вот этих пяти энергий. Имеем свой энергетический тип, либо это дерево, либо огонь, земля. Вот здесь, в принципе, вам картиночки вот так вот показывают, да, и цветовая гамма. И рядышком еще нарисован такой вот знак, прямоугольник, треугольник, вот такой лежащий прямоугольник, круг и такая волнистая линия, да, то что тоже обозначает, обозначает как раз ту стихию, чтобы вы тоже для себя это зрительно воспринили, потому что дальше у нас тоже на картиночках вот эти знаки будут присутствовать. Итак, каждому энергетическому типу человека присуща и определенная эмоция. У каждого энергетического типа свои предпочтения, какие-то есть свои пристрастия в еде. И вот это все четко указывает на конкретные какие-то слабые места в организме, например, связанные со здоровьем, а здоровье у нас очень сильно влияет на социальную жизнь, и на карьеру, и на личную жизнь, и на какие-то факторы похудения. Сегодня тоже очень много людей этим страдает. Вот смотрите, я хочу, чтобы вы сейчас внимательно прослушали, о чем я вот подготовила для вас информацию определенно, и, возможно, вниз вы узнаете себя в этом краском таком пояснении, свои черты, свои пристрастия, свои какие-то характерные особенности, свои привычки. Короче, вы можете увидеть себя. И когда мы видим себя со стороны буквально, мы понимаем, что, ага, я-то вроде к себе привык, и больше ничего не замечаю, а оказывается, все, что я не вижу в себе, а увидела вот сегодня косвенно, оказывается, это такие знаки нашего организма уже кричат, что на это нужно обратить внимание. И в этом корень тех или иных неудач, или корень тех или иных проблем. Итак, начнем разбираться. Начнем с первого энергетического типа дерева. Вот я его так в серединочку поставила. Эти люди часто достаточно доброжелательны, если у них все в гармонии. Они любят учиться. Это действительно люди, которые очень много любят учиться. Они стройные часто, высокие, такие спортивные. У них часто заинтересованный живой взгляд. Они очень независимы. Людят свободу. Их очень тяжело удержать в каких-то рамках. Вот, например, кто-то может спокойно работать с 9 до 18, сидя в своем кресле перед компьютером. Человека энергетическим типом дерева такие рамки загнать достаточно сложные. Если по воле так случаях, вот он занимается именно таким видом деятельности, то это ему доставляет очень много душевных проблем, что тоже ведет к тем или иным проблемам со здоровьем и тем или иным проблемам в социальной стиле. Главные уязвимые органы этого типа – печень и желчный. Эмоции, которые присущи данному типу энергетическому – это гнев и злость. Такие люди могут очень часто менять настроение. Вы, наверное, замечали, что иногда люди такие тихие-тикие, вроде и тут что-то раз, что-то такое в них произошло, и резко изменилось настроение. Буквально до противоположного. Был доброжелательный, стал какой-то агрессивный. Эти люди очень сильно зависят от питания. И как только они начинают есть то, что влияет на их проблемные органы, на печень и на желчный, у них сразу идет усиление негативного настроения. Вот это агрессия, злость, гнев. Они во всем видят плохое, политики плохие, муж и жена плохие, дети вообще непонятно какие. Везде на всех идет агрессия и злость. Все видят в каком-то непонятном негативном свете. У энергетического типа дерева есть свои вкусовые пристрастия. Они очень любят кислое. Вот когда я слышу, что люди просто так, спокойно едят лимоны, без кладкого, не запивая, просто как яблоко грузут, или как морковку. Это вот такой явный представитель. Человек, у которого один из ведущих энергии, это дерево. Но, как раз вот эти продукты, которые они любят, вот я, например, сама представитель дерева, я безумно любила и вообще в жизни себе не представляла без кисломолочных продуктов. Творог, сметана, это у меня всегда должны были быть в холодильнике, и без них у меня не обходился ни один день. Иногда я их буквально по нескольку раз в день делала творожочек со сметанкой. Это прямо чуть ли не моя основная любимая еда была. И вот как раз вот эти все кислые продукты, они очень сильно влияют на самые травленные органы, печень и желчные, делая их более злыми людей, и гневливыми. Самые грязные эмоции, вообще самые грязные вот эти гневы, это они связаны как раз с энергией геево. Как мы уже сказали, это печень и желчные. Раз, плюс грязь в организме, тоже сильно связана с печенью, так как печень у нас один из кровотворных органов. А кровь, это у нас что? Отражение нашей души. Соответственно, когда человек неадекватен, вот как-то ведет себя непонятно, он изливает буквально злость и агрессию, мы видим, какая у него душа. Мы понимаем, что творится в его печени. Не зря даже говорят, а сколько желчи у этого человека. Поэтому это один из таких вот признаков, когда очень четко можно, не зная каких-то даже врачебных тайн, понять, что у человека со здоровьем не в порядке. Здесь, если говорить, мы сейчас конкретно обсуждаем, говорим об энергетическом типе, это один нюанс. Плюс вы для себя замечаете те или иные моменты, если вы, например, человек металл, Елена, да? Значит, мы же не рассматриваем вашу карту полностью. Просто в каждой карте есть господин дня, вот этот так называемый, по которому мы определяем энергетический тип человека. Плюс у нас есть преобладание тех или иных элементов раз. Плюс у нас есть уже определенный багаж болячек, который мы накопили за определенное время своими незнаниями. И в первую очередь, одни из органов, которые страдают, потому что эмоции без эмоций, мы никак, особенно женщины, не можем существовать. Поэтому печень и селезенка, о которой мы будем дальше говорить, это одни из первых, кто очень сильно страдает. Соответственно, если вы можете вот это есть, и это для вас нормально, то обязательно для вас уже галочка. А вам с печенью моей что-то не в порядке. Раз. И второе, стоит обратить внимание очень сильно на селезерку. Наверное, об этом мы дальше уже будем говорить. Мы поняли, да? Мы говорим в общем о энергетическом типе, то есть вот это так называемое в китайской метафизике, конкретно в китайском гороскопе базы, вот этот элемент, который олицетворяет день рождения человека, он называется еще господин дня. Мы говорим о нем, но когда вы сейчас услышите что-то, связанное с вами, а вы не такой господин дня и не такой энергетический тип, значит здесь у вас галочка для себя. На это обратить внимание. Я думаю, понятно, да? Так, хорошо. Давайте следующего рассмотрим. Следующий у нас энергетический тип будет огонь. Обычно это люди яркие, заметные. Они привлекают к себе много внимания, шутками, волосом. Это люди, мимо которых нельзя пройти, вот вокруг которых всегда образуется там большая тусовка. Это очень часто музыканты, художники, потому что огонь олицетворяет творчество, шоу, радость, счастье. Поэтому все на огонек стремятся, все стремятся к теплу, к теплу солнца, к теплу огонька. Обычно такие люди быстро говорят, быстро двигаются. Проблемные органы этого энергетического типа сердца и тонкие кишечника. Если не в порядке эти органы у человека, несмотря на то, что вроде он энергетический тип огня, он должен быть в состоянии счастья всегда, он должен вроде как притягивать всех к себе своим светом, вот радостью и так далее, любовью, а нет, у него нет радости, у него нет счастья, у него нет любви. Он всегда в вопросе, почему меня не любят, почему я не могу встретить любовь. Это говорит о том, что органы, отвечающие за энергией огня, у нас в таком проблемном состоянии. И это, в принципе, опять же, галочкой для других людей. Если у вас такие ситуации, когда вы не чувствуете состояние любви, значит, органы огня у вас тоже, в том числе, находятся в плачевном состоянии. Если есть проблемы в энергии огня, да, галочкой такой, это первые люди, которые сходят с ума. Сердце у нас император. Его работа зависит от работы всех энергий в организме. Поэтому, чтобы было в порядке сердце, нам надо, чтобы остальные органы работали хорошо. Сердце не болит никак-то. И если вдруг вот там что-то начинает покалывать, там чего-то, тахикардии там, или какие-то что-то проблемы, это уже говорит о том, что в организме все остальные энергии, которые работают на нашего императора, на наше сердце, начинают функционировать неправильно. Гармонии в работе энергии остальных нет. Часто эти люди, люди много любят мясо, предпочитают без мяса вообще не мыслить мясо. Любят очень кофе, не могут от него отказаться. Крепкий чай, жареная, горькая. Из всех круп предпочитают гречку. Считая ее вот самой вкусной, самой полезной и так далее. Вот гречку, это их такой любимый, любимая крупа. Что вот эта еда, она совсем не способствует гармоничной работе органов огня. Сделает их более уязвимой. Следующий у нас энергетический тип земли. Эти люди очень дружелюбные. Такие заботливые мамочки. У нас не зря говорят мать земля. Это действительно люди, которые, как мамочки, если придете к ним в гости, они вас уставят, накормят на пояс, спать уложат. Буквально просто так не отпустят голодными, даже если вы забежали на минуточку. Это буквально такой тип человека. Очень часто их можно узнать, например, где-то вы едете или сидите в очереди, или что-то ждете. Многие не вступят, например, с вами в беседу. Человек с энергетическим типом земли, общаясь с вами, он раскроет буквально все про себя. Он расскажет о своей деятельности, он расскажет о своем муже, о внуках и так далее. Такой достаточно открытый, дружелюбный, где-то немножечко чересчур открытый такой человек для вот остальных людей. В зоне риска у них органы желудок и сельенка. И люди вот этим энергетическим типом земли очень сильно зависят от питания. Как у нас про дерево мы говорили, энергетический тип, тот зависел от дерева. И плюс люди с энергетическим типом земля очень сильно зависят от режима дня. Очень важно, чтобы энергии земли в организме функционировали нормально. Очень правильно нужно питаться. Раз. И плюс питаться правильно в определенное время. Например, очень важен для них завтрак. Завтрак в то время, когда работают биоритмы именно желудка и сельенка. Это с 7 утра до 9 утра. В этот интервал времени обязательно нужно накормить органы земли, чтобы энергия земли в организме функционировала правильно. Почему это очень важно? Потому что, во-первых, сельенка – это второй у нас очень важный кроветворный орган. Мы помним, что кровь – отражение души. От того, как работают вот наши два кроветворных органа – сельенка и печень, зависит, какая у нас душа, как мы себя чувствуем, и по здоровью, и по эмоциям, и так далее. Плюс сельенка у нас – один из самых важных органов, который трансформирует из еды энергию. Энергию ЦИ, так называемую в китайской медицине и диетологии. То есть ту энергию, которая нам нужна для того, чтобы мы в течение дня могли очень много успеть, очень много сделать, чтобы на все у нас хватало сил. Мужчинам точно так же относятся эти характеристики, точно так же. Они точно так же порой не могут быть счастливыми, не могут встретить любовь, я по этому поводу переживаю. Гнев – это тоже к ним присуще, да? А гречка чем сердцу может повредить? Гречка сушит кровь. То есть кровь делается густой, густая кровь плохо циркулирует, раз, густая кровь, плохая кровь – это дорожка к самым тяжелым болезням, инсульты, инфаркты, рак и так далее. Поэтому за кровью мы должны следить очень серьезно. Итак, вернемся к нашей энергии Земли. Значит, селезенка у нас очень важна для того, чтобы хорошо работали энергии Земли. У нас тогда будет много энергии вообще. Когда вы говорите, что у меня хроническая усталость, я к середине дня уже засыпаю, с утра я вообще не могу продрать глаза, вечером я буквально едва доползаю до дивана, это уже сигнал, что селезенка просто совершенно плохо работает, не вырабатывая из еды ту энергию, которая нам необходима в течение дня. Ну и плюс ничего неизвестно, какую энергию. Мы едим очень часто. Селезенка, важно еще, что про нее, про нее можно прям песни пить, про вот эту энергию Земли, потому что она такая важная в нашем организме. Помимо того, что это один из кровотворных органов, селезенка один из органов, который отвечает за иммунитет, за иммунную систему. Без нормальной работы селезенки не будет крепкого иммунитета. Какими бы вы иммуналами, всякими иммуностимулирующими препаратами не загружали себя, но если вы будете ненормально кушать, не будете соблюдать режим дня, иммунитет у вас никогда не будет в норме. Давление не погасить гречкой. Давление здесь не только сердце участвует, здесь еще печень задействована, и почки в том числе. Поэтому здесь ценный комплекс, на что обратить внимание. Телезенка наша, отвечающая за наш иммунитет, это показатели, что нет иммунитета, плюс наши частые болячки, раз, если вы какое-то время говорите, что вы не болеете, но с утра вы встаете, и у вас идет скопление слины. Дыхательность сейчас, да, вот в носу. Вы идете умываться, и все вот это очищается. Это уже говорит о том, что тоже сигнал, один из методов диагностики, даже ваш, для вас такой минимум, да, диагностики, что с иммунитетом, на иммунитет нужно обратить большое внимание. Что предпочитают люди с энергетическим типом земли, плюс, естественно, как мы уже сами говорили, те люди, у кого не очень хорошо работают энергии земли, вот они. Они очень любят сладкое. Те, кто не может без сладкого, ест много шоколада, мармелада, там, я не знаю, бухли там, чего. Все вот эти вот, все сладости не может совершенно без них. Чай со сладким, печеньки всякие, конфетки и так далее. Это показатель, что не все в порядке, это просто один из очередных галочек в вашей такой вот мини-диагностики своего организма. Следующим посмотрим, что у нас за такой энергетический тип металла. вот у нас вот таким кружочком отражается здесь. эти люди редко их можно увидеть радостными. Больше вот такой явный представитель, явный представитель, у кого даже в карте в адзе очень мало, вообще практически нет огня. А эти люди, или вот там удача не в огне, они обычно больше в такие грусти, в печали, у них такие уголки глаз такие опущенные, уголки губ такие опущенные, да. Они закрыты от мира, их эмоции часто не видно. Они закрыты, они никогда не откроют свой внутренний мир, например, как люди с энергетическим типом земля, про которые мы в предыдущем говорили. Люди металла, вот энергетического типа металла, такие четкие, пунктуальные, все у них, чтобы было вовремя. Если вы опаздываете к ним навстречу, они будут вам высказывать очень много недовольства. Если культурные не выскажут, то по внешнему виду вы это точно увидите. Потому что эти люди всегда придут вовремя. У них все по полочкам разложено в голове, на столе, на полках и так далее. Дома очень часто идеальная чистота, порой до такого вот абсолютная чистота, чего они требуют от остальных, буквально вызывая рычание близких своих и так далее. Очень часто таких людей видел, где ходят в белых носочках и видят каждую пылиночку. Если очень дисгармонично все в организме энергетического типа металла, они часто могут видеть все в черном цвете. Часто не видят будущего. Сильно переживают по этому поводу. Там будет ли у меня день, а выйду ли я когда нибудь замуж, а не останусь ли там я в старости, что мне никто стакан воды не принесет. Это люди очень сильно по поводу будущего переживают. Какие у них органы в зоне риска? Это легкие и толстокишечные. Также за иммунитет отвечает у нас энергия металла вместе с энергиями земли. Без сильных энергий металла тоже, в том числе, тяжело иметь хороший иммунитет. Об этом мы в прошлый раз уже немножко говорили. Соответственно, все аллергии, какие бы ни были, дыхательные, кожные и так далее, зависят именно от работы энергии металла. Вот у веток часто кожные там проблемы выступают, да? У взрослых в том числе. Любые проявления на коже, это показатель, что в организме энергии металла не очень гармонично работают. Отчего зависит их здоровье, хорошее самочувствие? Конечно, на сколько-то минимально процентов зависит от еды, которую ест человек. Но больше, когда есть проблемы с энергиями металла, надо именно работать с чистотой в организме, с эмоциями и чувствами. Потому что у нас металл, он относится к астральному телу. Об этом мы поговорим немножечко позже. Ну, конечно, люди металла, они такие холодные. И для начала их надо, вот чтобы они вообще что-то услышали, вообще что-то начали делать, изменять что-то в себе. Их для начала нужно согреть немножко, чтобы они увидели какую-то заботу и внимание к ним, какое-то тепло. И тогда металл потихонечку нагревается, начинает слышать, и начинает делать, внедрять что-то. Из еды такие люди часто предпочитают острые продукты. То есть везде подперчат, подострят немножко и так далее. Следующий у нас энергетический тип будет это вода. Очень важный. Вообще энергия воды в организме очень важна. Если говорить о самих людях, то эти люди мудрые от рождения. Бывает, что откуда ты это знаешь? Они знают тебе. Как-то вот знают все. Вот они буквально мудрые от рождения. Очень любят там часто философию. Их редко, они такие как вот незаметные на вечеринке. Если они не хотят быть заметными. Если они хотят быть заметными, то их точно так же, как людей с энергетическим типом огня, их точно так же могут заметить. Но больше они предпочитают оставаться с ними. Вода не тот знак, который о себе вот так явно заявляет на всех во всех обществах, во всех компаниях и так далее. Она знает, что она хочет энергии воды. И она делает то, что в данный момент ей очень важно. Вода энергия воды это наши кости, это наши зубы, это наши волосы, это наш скелет, органы, которые отвечают за нериск, вернее, это почки и мочевой пузырь. Эмоция, которая очень свойственна людям с энергетическим типом. Вода это страх. Чем больше страхов, тем больше проблем с органами воды. поэтому даже сам факт, мы же редко когда озвучиваем, что у нас есть какие-то страхи. Тем более вода, она сама по себе закрытая, она не кричит о себе очень много, а страхов вообще мало кто говорит. Энергетический тип воды очень сильно зависит от правильного питания. Это один из тоже, да, у нас помните уже энергия дерева, энергия земли, вот уже энергия воды, это те энергетические типы, которые очень зависят от правильного питания, от режима дня и от внутренней частоты, потому что все-таки из воды мы состоим больше, чем на 70% поэтому какая вода течет в нас, циркулирует, какая там движется вода и в крови, там в линфе, и в мышцах, и так далее, везде у нас присутствует вода. Какая она, зависит наше самочувствие в том числе. Предпочтения в еде какие, они очень любят соленую еду. Вот кто-то ровно к ней относится, да, вот кто-то без рыбки соленой не может, без капустки соленой не может, и вообще если посолить, то посолить от души. Без соли им очень тяжело, вот очень любят соль. Часто вот человек одной какой-то неправильной привычкой в еде, но мы-то все думаем, что она правильная, может гробить свое здоровье, особенно если это происходит очень долгое время. Несмотря на то, что вот бытует такое мнение, наверное, вы об этом слышали, что если сейчас мне чего-то хочется, значит, телу это надо. Вот как беременная там захотела с ней там из ледки мелопоживаться, она жует. И мы вроде как в таком вечном, вечной беременности, да, живем буквально от каких-то внутренних таких побуждений, что если мне такое вот сегодня очень хочется, значит, тело это надо. И получается, мы едим то, что вот оправдывая свои вот эти пристрастия. Мол, сезотонинчика что-то у меня не хватает, или тут я сильно там думал очень долго, мозговая деятельность была активная, дай-ка я пойду по сладостям немножечко, сладости какую-нибудь заем. Или не могу без соленого. В принципе, соль-то нам нужна, без него никак, организм соль нужна, мы всегда вот таким образом доказываем себе, что в принципе это достаточно полезно. Или еда без специй остро. Но это вообще просто не еда. Мужчины очень часто интересуют, как это еда вообще без спеца. У меня брат всегда говорил, женщины, вы не умеете готовить. Вы там чуть-чуть, там чуть-чуть, надо если есть, то вот так, чтобы это было вкусно, ароматно, наваристо, что удовольствие должны получить от еды. А что на самом деле, как мы уже с вами какие-то вещи проговорили, сейчас такой вот итог подведем, чтобы вас отложили. Если мы не можем без сладкого, это сигнал селезенки. Это касается многих людей, потому что я говорю, у нас уже у всех есть определенный багаж, всех или иных болячек. Если мы не можем без сладкого, это уже сигнал селезенки. Мне нужна помощь, обрати на меня внимание. Только слышим ли мы это? Мы это не слышим. Мы находим оправдание. Раз, во-вторых, мы просто об этом не знаем, что сладкое очень любят и без этого не могут именно те люди, у кого с органами земли, с энергиями земли в организме проблемы. Потому что первыми, кто страдает от сладкого, это энергия земли, селезенка желудок. Они не любят химические сладости. Мы их в основном едим. Да, некоторые могут сказать, мы едим мед. Вроде как это натуральный продукт. Мед, вот вы лекарства не едите ложками, банками, тарелками и так далее. Вы лекарства едите например три таблеточки или там таблеточку в день. Так вот к меду нужно относиться то же самое как к лекарству. Да? Сладости убивают телезенку. Поэтому кто оздоровить хочет, конечно же, нужно ограничивать себя. Потому что у нас когда телезенка не в порядке, мы потом удивляемся, где наши силы. Почему наша усталость, почему у нас часто и сопли, почему часто и проснут и так далее. Все оттуда. Если мы можем без соленого у нас почки кричат. Да, соль нам нужна. Морская. Больше морская, сейчас слава богу где она есть в магазинах. Только в какой дозе нам нужна эта соль? Вот представьте вот щепоточка три пальчика большой указательный и середины как это там сложили вместе и получилась такая щепоточка. Вот заслепили этой щепоточкой соли и вот такую щепоточку на трехлитровую кастрюльку. Вот этой соли вполне достаточно для того, чтобы вы перекрыли норму соли в том или ином блюде. А мы обычно с этой щепоточкой ни одной второй посаливаем себе ту еду которую мы нашу порцию которую мы едим. Или не можем без лимонов там цитрусов творожков кефиров это я такая была значит печень желчная выстукивает нам плюс потом начинает выстукивать нервы потому что все проблемы которые появляются с энергиями дерева они очень быстро проявляются то есть недолгий период времени вот это поесть и мы замечаем что как-то у нас все начинает раздражать как-то все вокруг кажется что только все норовят на задеть поддеть подставить и так далее нам всегда в поиске врага всегда есть медикультурные конечно воспитанные они свой гнев не выражают они внешне улыбаются а внутри вот этот гнев копится и получается очень тяжелые болячки когда мы гнев копим в себе а внешне показываем хорошие эмоции это даже гораздо хуже чем те кто проявляет вот эти эмоции ярко заметно для окружающих и так далее потому что онкология это часто считается болезнью культурных людей как бы вот это тоже нужно учитывать как видите все наши вкусовые пристрастия сигналят нам на начальной стадии сразу же как только что-то начинается нам уже организм сигналить начинает он ведь очень умный только мы очень редко его слышим вернее даже если слышим просто мы не понимаем о чем он нам все это хочет сказать на какие органы чтобы мы обратили внимание и чтобы что-то сделать если говорить о том что и как по времени решаются проблемы там со здоровьем есть органы которые быстро восстанавливаются есть медленно например все болезни энергии дерева они лечатся достаточно быстро а проблемы энергии металла и воды они лечатся дольше всего просто если глянуть на эту картиночку вот считается в ТКМ что все начинается очень часто в дереве затем например начинают страдать органы огня земли ну в зависимости от того какая ваш карта и болезнь когда доходит до состояния металла или воды смотрите здесь уже как бы окончательная стадия поэтому то что на начальной стадии то лечится и решается гораздо проще вот несмотря на то что например такие проблемы как гепатит считаются такими тяжелыми заболеваниями да а пилонефрит кажется что ну пилонефрит ну дома очень часто лечат или цистит например ну дома я полечилась даже сама могу там и так далее да гепатит точно это же заразное меня заберут в больницу и так далее тем не менее гепатит лечится гораздо проще и быстрее чем тот же цистит все проблемы энергии воды которые вот могут например возникнуть с органами воды это почки и мочевой пузырь более у нас часто сегодня носоглотка и горло это у нас больше относится к элементам металла то есть вот тоже видите где находится ближе к окончанию поэтому аллергия часто долго лечится и нашими врачами достаточно тяжело легче человека посадить на горбон очень тяжелый который подрывает здоровье буквально всего организма и так далее тем более многие рождаются у нас с теми или иными проблемами плохо если это проблемы с почками легкими начинаются с детства да мы значит принесли их из прошлых воплощений так и считается что сколько то есть традиционно китайской медицине считается что сколько болезнь развивалась надо столько времени на ее искоренение и обязательно нужно работать над собой обязательно нужно искоренять чтобы не тянуть за собой все вот это в следующие воплощения часто такой вопрос слышу почему люди занимающиеся духовными практиками которые вроде работают с головой работают с мыслями часто физически больные люди слышали вы такое а люди которые занимаются только развитием мы в принципе далеко люди не умные сейчас поговорим немножко на такую тему вы наверное знаете что вокруг нас есть определенные такие тела их там семь мы остановимся только на трех потому что в традиционной китайской медицине рассматривается только в принципе четыре тела но эфирные мы сегодня не об этом не говорим основные базовые тела на которых строится здоровье и на которых распределяются как раз эти наши энергии все пять энергий это физическое тело вот я вот здесь вот так еще схематично в виде такого снеговичка нарисовала вот так мы рисуем стыкаем это физическое тело астральное тело и ментальное тело то есть физическое это то на чем состоит это основа это наша физическая оболочка это наша такая одежда в этом мире астральное тело это наши эмоции чувства И ментальное тело – это наши мысли, так называемый дух. Все энергии, о которых мы с вами говорили уже, дерево, огонь, металл, земля, вода, распределяются в том или ином теле, в том-то физическом теле. Вот мы видим здесь вода, вот видим здесь земля. Я вот вам специально в цветовой гамме выделила, чтобы, в принципе, для вас это было понятно. В астральном теле у нас дерево-энергия, энергия металла. И в ментальном теле у нас энергия огня. И все эти тела обязательно должны быть в гармонии между собой. Когда чего-то больше, соответственно, страдают другие тела. Соответственно, видите, у нас каждого тела, то есть телийные энергии, соответственно, телийные органы. Если что-то не так, страдают органы в нашем организме. И вот почему люди с духовными практиками, которые занимаются, очень сильно болеют физически. Потому что у них очень развито вот это их ментальное тело. Оно становится таким большим. Оно даже несколько вот так отделяется. Происходит такой вот метод связи такой, да? И человек как бы вот буквально летает где-то в облаках. И буквально вот ему хочется оторваться от тела физического. Поэтому когда общаешься или видишь такого человека, который очень сильно занимается, вот просто уходит постоянно в эти медитации и так далее, у них такая некая оторванность от жизни. Они себя немножечко вот в собственных ведут не очень адекватно. и несмотря на то, что вроде как с духовностями, там, с мыслями не все в порядке, они не кажутся такой достаточно гармоничной личностью. Как бы вот они как бы не от мира всего. Помимо того, что мы питаем наше астральное тело, ментальное тело аффирмациями, молитвами, там, чистим его как-то, заряжаемся там и так далее, да? Мы должны не забывать, что все-таки мы на Земле живем. Мы еще не в космосе пока. Мы пока не в иных мирах. Мы живем на Земле. И помним, что мы вообще-то в физическом теле находимся, да? И за физическим телом обязательно необходимо заботиться. Кормить его правильно, чистить его периодически, выводить шлаки там и так далее, да? Массажировать его, чтобы на этой Земле все-таки стоять более устойчиво. Или бывает другой перекос у нас, да? Когда в спортзале видели, например, да, такие качки, все такие мускулистые, с такими мышцами, что они делают? Они больше физику развивают, да? А начнешь с ними общаться, двух слов связать не могут. Они все в своей физике. У них такой мост, буквально, вот их ментальное тело, буквально, минимальное такое, да, тоже перекос получается. Или вот сейчас так в юморе там наши парадисты многие, да, любят высмеивать жен олигархов. То есть в них больше тоже идет перекос, у них то фитнес, то ботекс, то массажи, то рукти, то ногти. Почитать книжечку в принципе времени нет. Тоже часто получается такой определенный перекос. Соответственно, физика вроде нормальна, душа, вот эти эмоции не очень в нормальном состоянии. Почему это ведет, сейчас мы немножечко позже рассмотрим. Где у нас часто зарождается болезнь, с вашей точки зрения? Где может зарождаться болезнь? Если мы говорим об этих трех телах. Как вы думаете? Давайте немножечко тоже разомнем пальчики. И ваши мне тоже интересно. Ответные такие. В астральном, в астрале. Ну вот у нас врачи часто говорят о психосоматике. Эзотерики говорят, что следствие, вот болезнь, следствие безуповной жизни, или влияние вне, какие-то родовые, кармические, накладки, проблемы и так далее. Психологи считают, что все в голове. Все болезни, все проблемы. И это действительно так. Правы одни и правы, в общем-то, другие. Сначала действительно у нас промелькает мысль. Мысль зарождается у нас в астральном теле. То есть кто-то нас зацепил каким-то словом, каким-то действием. Зацепил нас, и у нас по этому поводу появилась та или иная мысль. Например, начался в коллективе, например, разговор о том, что будет сокращение. Мы, эта мысль зацепила, зацепила нас, и начинается уже в астральном теле создаваться определенная эмоция, определенное, как бы, отношение к этой мысли, которая у нас в голове, вот, к нам присутствует. И мы начинаем ее прокручивать. Мы начинаем, вот эта эмоция развивается, 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 доходит до определенного состояния. Вообще, что такое эмоции? Они, как бы, какие темные пятна на нашем астральном теле. Соответственно, в зависимости от того, какая у нас эмоция, если эмоция гнева, вы разозлились, как это так, я-то точно не должен быть уволен, или какая-то обида у нас, или у нас печаль сразу появляется, или страх, в зависимости от того, какая у нас преобладает эмоция, она черным пятном таким же вот ложится на тот орган, за которым она присуща, разрушая его, делая больной. Соответственно, орган начинает болеть. Это опять добавляет нам каких-то тех или иных эмоций, переживаний и так далее. Соответственно, мы начинаем все больше крутить мысли в голове. Да, такой замкнутый круг получается. Как раз, когда я на своей курсе, когда занимаюсь курсантами, мы подробно разбираем, как привести в гармонию все вот эти тела. Какого начинать? Вот с нижнего, физического тела, или с ментального тела, или с астрального тела, может быть. Это такая очень большая, большая информация, объемная. Кому это интересно, приходите на мой курс, мы об этом поговорим более подробно. Так вот у нас 2017 год у нас какие энергии у нас в зоне риска? В зоне риска у нас энергия огня, энергия металла, энергия воды. Соответственно, те органы, которые присущи этим энергиям, это перцы, легкие почки. Это те органы, на которые надо обратить пристальное внимание. То есть вот эти энергии будут не так хорошо функционировать в организме, соответственно, эти органы тоже не будут хорошо работать. Сейчас вспомним про наши тела и три кружочка. Еще раз. И вот мы видим, вот у нас наша вода, энергия воды, вот у нас наша энергия металла, и вот она наша энергия огня. Видим, что все, в принципе, кружочки, да, как будут у нас, все запомнили. Получается, что если где-то с каким-то органом у нас получается непорядок, мозги, то у нас огонь. мы же говорили, что люди сходят с ума больше элемента огня, если у них без баланса получается. И если где-то у нас в следующем году будет не очень хорошо, в порядке, да, гормонии у нас не будет, то теленные болячки будут присущи. Потому что, в принципе, болезнь, это вот не то, что в нас что-то залетело. Там микроб какой-то, и вирус там какой-то, или в глаз какой-то, и так далее. Болезнь – это дисбаланс, это нарушение гармонии, что в организме нет гармонии. Энергия плохо работает, энергия плохо функционирует, где-то застой, где-то недостаток чего-то. Это как раз и говорит о том, что дисбаланс, нарушен баланс. И на это в следующем году надо обратить пристальное внимание. Каждый из этих тел физическое и астральное, и ментальное очень важны, соответственно. Каждым надо проводить те или иные мероприятия, да, укреплять, восстанавливать что-то, очищать обязательно, питать правильно и так далее. Физическое тело очень сильно зависит у нас от правильного питания. Мы уже говорили, что там у нас есть три органа, да, вернее, три энергии. Это вода, энергия дерева и энергия дерева. И, в частности, видите, в следующем году, так как у нас в зоне риска энергии плохо будут работать воды, соответственно, органы, отвечая, которые свойственны энергии воды, будут страдать. Чтобы они лучше работали, очень важно правильное питание, очень важно режим дня. мы как раз на занятиях знакомимся подробно и с продуктами, которые относятся к тем или иным энергиям. Одних должно быть больше в рационе, других должно быть меньше в рационе. Например, очень многие считают, что мясо надо есть каждый день, что мясо просто необходимый продукт в нашем рационе. Так вот, мясо это как раз минимальный продукт, который должен быть в нашем рационе, потому что мы помним, когда у нас здесь баланс огня в организме, а мясо относится к элементу огня, у нас начинаются проблемы с головой. Это обязательно сезон из учитывается, потому что одни продукты хорошо зимой, другие продукты хорошо летом и совершенно неприемлемо, например, что-то неприемлемо совершенно зимой и что-то совершенно неприемлемо летом, чтобы не было вот этого здесь баланса. И как Вы думаете, если мы будем пытаться соединять вот это несоединяемое, то что у нас получается? Какое бы мясо ни было, красное, белое, не важно. Мясо относится к элементу огня. Поэтому много мяса, это как к лекарству. Лекарства Вы не едите каждый день большими дозами, на завтрак, на обед и на ужин. Два раза в неделю мясо это та норма, которая не оказывает вред организму. Итак, если мы будем пытаться соединить несоединимое, что у нас может получиться? Например, многие очень часто и детям готовят, и себя любят побаловать, например, на завтрак, сырнички, кофе горячим, или там какао, с чаем. В принципе, многие считают это такой домашняя еда, полезная, с любовью приготовленная и так далее. И потом совершенно не видят связи, что почему откуда-то непонятно появились камушки желчные, или там появились застой желчи, или появился там хлицистит, и так далее. Что здесь не так? Не так? Здесь неправильное соединение двух энергий. Энергия огня и энергия дерева. В пище неправильно соединены раз неправильное время и неправильной неправильной как бы комбинацией. Или, например, многие совершенно не пьют воду. Вот. Знаете вы таких? Воды совершенно не пьют. Но, когда я с ним говорю, мы же в принципе пьем чай, мы пьем кофе в течение дня, мы же жидкость какую-то пьем, в принципе это достаточно. А потом удивляются, почему появились ранние морщинки, как бы кожа очень быстро стала стареть, стали волки выпадать, ног селоматой и так далее. Что здесь не так? Опять нет гармонии между джинной энергии. Энергия огня, энергия воды. Есть очень много таких вот как бы нюансов, которых мы мало знаем, но, тем не менее, знание не дает нам здоровья. и таких безгармоний у нас в общем-то достаточно много. И у вас есть возможность о них узнать, изменить многое, как в своей жизни, так в жизни своих близких, потому что в принципе, особенно если здесь была основная у нас аудитория женская, женщины готовят нас в семье и что мы готовим, соответственно, мы либо поддерживаем жизнездоровье своих близких, либо не поддерживаем. И как раз многие несоответствия мы на курсе моем разбираем. Как я уже сказала, что продукты в принципе тоже разделены по энергии и представлены с таблицами. Таблица по пяти элементам, продукта по пяти элементам. Вот все участники курса получают ее бонус. В этой таблице все продукты разделены не только по энергии, но еще по интенсивности воздействия на организм. Есть продукты нейтральные, есть холодные, есть горячие, есть теплые, освежающие. Мы рассматриваем, какие продукты должны превалировать в нашем рисунке, а какие должны быть минимальны. Вот, например, про мясо, неважно какое. Мясо не надо много рисунок. Мы рассматриваем, какие продукты дают энергию, мощно дают энергию, а какие забирают энергию, какие оказывают негативное воздействие на тот или иной орган, а какие наоборот позитивные. Какие хороши летом, какие зимы. Ну, потому что у нас все-таки мы помним, что есть 4 сезона, весной у нас все начинает зарождаться, летом цветет и развивается, осенью увядать начинает и зимой как бы складает спячку, как бы погибает. И в нашем организме тоже энергии сначала на подъеме, а потом угасает. И мы в своем рационе должны обязательно учитывать, что мы едим в зависимости от сезона. Потому что задачи сезона совершенно разные. Например, сейчас у нас зима. Задача зимы сохранить тепло. Поэтому холодные продукты, такие как йогурты и кисломолочные продукты, зимой охлаждают организм. Поэтому мы часто проспеваем. Больше проспеваем, если мы этого много едим. Эти продукты создают много слизи. Значит, соответственно, к нам прицепиться инфекции на буквально свежие дрожжи очень просто. А мало того, что мы холодные, плюс у нас почва готова. Эти слизи уже в организме достаточно много. Невлажно. Воду сохранить. И как раз летом кисломолочные продукты очень хорошо с этим справляются. Они хорошо сохраняют кровь, не давая ей терять свои качества такие, чтобы она не была очень высокая. Поэтому очень многие моменты известны. Очень мало людям, поэтому кисломолочные продукты мы едим просто неимоверное количество. стоит ли удивляться, что многие проблемы за нами идут буквально по пятам. Итак, астральное тело теперь. Здесь у нас видите в следующем году энергия металла в зоне риска. Это мы сейчас про физическое говорили. Теперь астральное тело. У нас там эмоции и чувства. и вот энергия металла от еды практически не зависит. На какой-то маленькую толику есть продукты, которые являются как бы тоником таким для органов металла, когда у людей есть определенные проблемы. Например, если частые аллергии, частые бронхолебочные проблемы и так далее, нужно есть продукты элемента металла. И один из таких представителей очень ярких, о которых я всегда говорю, это например такая крупа как рис нешлифованный. Это мощный источник циррак и мощный продукт, который укрепляет органы металла и дает энергии металла нормальное движение в организме. чтобы энергии металла были в гармонии, кроме еды, как я уже сказала, необходимы другие вещи. Невозможно, чтобы энергия металла была в гармонии без дыхательных практик, без очищения. Это две очень важные составляющие. Только так можно помочь астральному нашему телу, где у нас энергия металла содержит быть здоровым. чтобы у людей эмоции печали не зашкаливали, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне. Сегодня очень мало у людей уверенности в завтрашнем дне. У немногих людей уверенность в завтрашнем дне. У кого у вас? Есть такие среди нас девушки, у кого постоянно присутствуют какие-то мысли? Ой, если меня уволят, то что я буду делать? Ой, выглядели я когда-нибудь замуж? Выучатся ли у мои дети когда-нибудь? Послыкать ли они у меня куда-нибудь? И так далее. Очень часто если когда мы задумываемся о будущем, что что-то там никак не произойдет, это уже говорится, что нет у нас какой-то уверенности в завтрашнем дне. И чтобы она была, нужно обязательно, чтобы энергия металла в организме правильно функционировала. И как раз на занятиях мы рассматриваем и практики очищения по пяти элементам. Я курсантам сендую целую месячную программу очищения в комплексе физическое тело, астральное и ментальное на целый месяц программа расписана. Плюс энергетическое очищение пространства дома, потому что мы все-таки живем где-то в пространстве и пространство на нас влияет в том числе. Энергии металла связаны с движением в организме, любым движением, движением крови, движением линьки, движением это же цирь. И мы на занятиях тоже знакомимся. Что сделать, чтобы энергии текли плавно, чтобы энергии текли правильно, чтобы не было нигде никаких застоев. Потому что к чему приводит застои в организме? Например, застои жидкости. Это отеки, это мешки под глазами, легли вечером вроде принцессой, проснулись с утра, глянули в зеркало. Бастушки мои, где-то красавица, который вчера ложил спать. Сегодня непонятно, что у меня обыгрывается, на мне какие мешочки висят под глазами. Это те же лишние килограммы, часто засилие жидкости в организме. Слоноги, ноги и так далее. Или застой крови. Многие борются с варикодом. Есть такие среди вас. Так варикод это в том числе, что нет движения крови правильной. Плохо работает энергия металла в организме. И здесь не сосуд надо резать, там чего-то вырезать, что-то вставлять, там и так далее. Стратить бешеные деньги на операции. Достаточно сделать своими действиями совершенно бесплатно. Дыхательные практики. Очищение организма. Добавить продукты металла, правильное время и так далее. Все же очистки делать, да, вот эти месячные. И вы забудете о том, что у вас был тот же самый гореков. Или там застоят кишечники. То есть у многих носим мы себе эти скаловые массы в неимоверных количествах. Почему они там откалывают? Опять же, плохо работает кишечник. А что заставляет его гидать? Мы там едим и отрубим. что это усиливает перестатчику кишечника. Да вы хоть сколько съешьте, если у вас энергия металла в организме не работает. Эти те же отруби будут откладываться в карманчиков где-то там мертвым грузом. Потому что без энергии ничего не движется. Для того, чтобы что-то двигалось, нам нужна энергия. Правильное движение энергии. чтобы что-то двигалось, нам нужна правильная работа энергии металла конкретно. Плюс у нас металл отвечает за иммунитет. Соответственно, в следующем году с иммунитетом у людей будут проблемы. по застою мы сказали, что чем будут страдать, если не будут энергии металла хорошо работать. Иммунитет тоже значит будет в группе риска. Проблемы бронхолегочные, дыхательные и так далее, аллергия всевозможные. Это все будет преследовать людей в течение года, если энергия металла плохо работает. Ну и дошли до ментального тела. Ментальное тело наши мысли. Так он помогает, да. Помимо цигун, есть еще чувствительные практики другие. Здесь дыхательные только больше. Один цигун, да, но здесь еще нужно что-то добавить. Ментальное тело наши мысли. Постояние счастья, любви. Это творчество, это позитив, это тепло, это радость. У многих скорее всего среди вас это есть. Но кого-то нет вокруг вас, например, у людей. Нету этого состояния счастья, нету вот этого состояния любви. Все ищут любовь, все ищут счастье. Почему не все находятся? Где оно прячется, в какой коробочке, в каком закуточке спряталось вот это счастье, это любовь и так далее. Как это наружу вылезти? Вроде как ментальное тело, это наш дух. Это вроде самое такое вот, оно не внутри вот как физическое тело, оно снаружи. И вроде оно ближе к солнцу, как говорится, ближе к небу. Но почему от этого счастья нет? Нет покоя, нет радости. И здесь питание, ну точно ничего не справишь, да, дух требует у нас естественно другие техники. Это молитвы, медитации, практики прощения, практики работают со страхами и так далее. Про это мы тоже более подробно говорим на курсе. Сейчас мы с вами познакомились, какие энергии у нас превалируют в 2017 году, как они на нас влияют, на наше здоровье оказывают влияние. Так вот, прослушав вроде как бы это все, какие наши шаги. Да? У нас с вами с чего начать? Имеется уже, как я уже каждый раз говорю, определенный букет болячек. Значит, нам возможно первым шагом необходимо вот не легкие впотать, не сердце, не почки, а возможно делать совершенно шаги в другом направлении. Восстанавливать работу энергии земли, то есть работу селезенки, да, и возможно укращать чрезмерную активность энергии дерева, нашу вот эту злую печень. Почему именно такие шаги? Потому что сегодня действительно общаясь со многими людьми, проблема усталости, проблема нехватки энергии, силы и так далее, это практически у каждого, если не первого, то второго человека точно. Потому что именно вспоминая энергия земли, у нас какой-то орган селезенка, да, и селезенка нам дает вот эту цы, эту энергию. А почему здесь мы должны печень укращать, энергии дерева? Потому что когда у нас очень много вот это зашкаливает, неправильно работает энергия дерева, она начинает нападать на энергию земли. Получается такая вот, как это такое бывает, война двух миров, да, злая печень вот эта начинает кусать элезенка, мы так говорим по-простому, получается, что ни там нету порядка, ни там нету порядка, ни энергии нет, ни спокойствия нет, ни иммунитета нет. Естественно, самое главное, что энергии нет, а на все, что нам, на все наши действия нужна энергия, потому что вес легкие, сердце и так далее. И это достаточно такой целый комплекс мероприятий, на который нужны силы, силы на то, чтобы вообще даже после работы что-то прийти делать, или перед работой, или вообще там в течение дня что-то делать, да, мы для себя, мы уже после работы мы точно уставшие, а утром мы проснулись и уже уставшие. Поэтому мы со своей стороны, зная свой энергетический тип, можем прямо сейчас начинать гармонизировать энергию в своем организме, для того, чтобы было куда прийти этому счастью, этому здоровью, этим деньгам, отношениям. Ведь кто сегодня любит злых людей? Их, в общем-то, ни личной жизни не создать, да, ни на работе не ужиться, тяжело из карьеры решить вопросы их личной жизни. Кто любит бедных людей? И когда особо они об этом очень часто говорят. Просто, когда у нас нет здоровья и нет денег, никому до этого, в общем-то, дела нет. Почему это происходит? Люди не хотят общаться с неуспешными людьми. И если мы часто жалуемся подружке, если она нас еще не послала, то она либо просто вы для нее очень близкий человек, и она как-то пропуская мимо ушей ваши жалобы постоянные, да, либо ей просто неловко все-таки, она очень такая упорная, там, сказать вам в глаза, что дрогает. Может, ты что-то делать начнешь, не с того, чтобы плакать. И как раз настало время перемен. Скоро Новый год. Новый надо старым оставить, все старое, и в новой начать шагать по-новому, новые перемены. И достаточно просто, чтобы изменить что-то, взять знания и сделать что-то для себя. Вот ссылочка в части Натальи остается. Я приглашаю вас всех на свой курс, который сейчас последний раз будет в живой проходить. После Нового года он уже будет.